Позвольте представить вашему вниманию опыт нашего лечения данной группы пациентов. Итак, женщина, 57 лет, постменопаузальная. В 2016 году у неё было верифицировано образование правой молочной железы. Иммуногистохимические характеристики её образования следующие. Эстроген 8, прогестероны 0, HER2N2+. Однако при выполнении метода ФИШ гибридизации ин-ситу амплификация подтверждена не была. В 2016 году она получила комплексное радикальное лечение по поводу данного заболевания. И по поводу которого продолжала адъювантную гормональную терапию тамоксифеном вплоть до 2019 года. Через 5 месяцев после окончания адъювантной терапии тамоксифеном у пациентки появились жалобы на наличие болевого синдрома в пояснице, по поводу чего была выполнена остеосцентография и визуализированы множественные метастатические изменения позвоночника. На данном снимке МРТ вы можете увидеть изменения, которые были визуализированы в множественные изменения грудного отдела позвоночника, а также наличие компрессионного перелома ТАЖ-4. На тот момент пациентка была осмотрена хирургом. Проведение хирургического лечения не было показано в связи с трудностями его выполнения, так как близлежащие позвонки также были с литическими компонентами. И в данной ситуации пациентке показано проведение первой линии системной лекарственной терапии. Те рекомендации, которые сегодня имеются, говорят о том, что наиболее оптимальной опцией назначения для данной терапии является комбинация CDK-4-6 ингипитеров с гормональной терапией. И на сегодняшний день у нас в опциях имеется три препарата. Нами был сделан выбор в пользу абимоциклиба, эффективность которого была показана в клиническом исследовании Монарх-3. И медиана времени без прогрессирования пациентов, которые получали абимоциклиб в комбинации с нестероидными ингибиторами ароматазы, составила 28 месяцев. И дельта в сравнении с группой с плацебо, с комбинацией с нестероидными ингибиторами ароматазы, составила более года 13 месяцев. На данном слайде вы можете увидеть подгрупповой анализ данного исследования, где продемонстрировано, что практически все группы пациентов получили преимущество от назначения абимоциклиба, кроме группы пациентов, которые вы видите на данном слайде. То есть абимоциклиб не увеличивает медиану времени без прогрессирования у пациентов, у кого прогрессирование наблюдалось более чем через 3 года после окончания адъювантной терапии, то есть у кого интервал без лечения составил более 36 месяцев. Наша же пациентка не относится к данной группе пациентов, однако она относится к группе пациентов с изолированными костными метастатическим поражениями. И согласно результатам данного исследования, на период 18 месяцев время без прогрессирования у 76% не было зафиксировано явление прогрессирования, в то время как в группе плацебо данные показатели были ниже. И также хотелось сказать несколько слов о группе пациентов с метастатическим поражением печени. Эта группа пациентов также выиграла от назначения абимоциклиба, и медиана времени без прогрессирования в данной группе пациентов оказалась в 2 раза выше в сравнении с группой плацебо, несмотря на то, что, в общем-то, это группа пациентов с менее благоприятным прогнозом. Нашей же пациентке в марте 2020 года была назначена терапия абимоциклибом в комбинации с анастрозолом, на фоне которой зарегистрирована стабилизация опухолевого процесса. На сегодняшний день пациентка принимает терапию на протяжении 8 месяцев. И также хотелось бы отметить, что имеется удовлетворительная переносимость. Из нежелательных явлений лабораторно зафиксирована анемия первой степени и имеется диарея первой степени. Данные осложнения не требовали назначения сопутствующей терапии или снижения дозировки данного препарата. Большое спасибо за внимание.